Всем ду-ду-ду, добро пожаловать на канал Фоблинкс. Прошло уже больше недели с камбэка Блэкпинк. За это время они успели установить новые рекорды и выступить на музыкальных шоу. Первое выступление было на шоу Джимми Фелна. Точнее, сняли выступление они в Корее, а транслировали его на американском шоу. На следующий день они выступили на НКГЁ. Оформление сцены было очень похоже на оформление из самого первого выступления СБУМБАЯ. Особенно похожи интро и эти статуи. После они еще раз выступили на НКГЁ, но скорее всего это выступление, которое отсняли для шоу Джимми Фелна. Просто отсняли две разные версии. Одну для Джимми Фелна, другую для НКГЁ, которые немного отличаются друг от друга. Плюс в конце Дженни вышла без розовой челки, что означает, что выступление отсняли неделю назад. Кстати, насчет челки Дженни. Отныне она не блондинка, о своем намерении поменять цвет волос она предупредила еще на трансляции Джису в Инстаграм. К этому решению она пришла из-за того, что ее волосы слабые для перекрашиваний. Как вы знаете, она очень редко меняла цвет волос. Для возвращения в 2020 году она все-таки сделала это ради поклонников. Но так как поддерживать эту небольшую белую прядь было тяжело, она пришла к такому решению. Кстати, в этот раз Blackpink взяли первое место на музыкальном шоу Инки Гайо. В промежутке между двумя выступлениями на Инки Гайо они выступили на Music Core. Там Дженни появилась уже без своей белой пряди волос. Отныне она брюнетка и думаю, ей очень идет. А как вам? Нравится? Следующее, на что обратили внимание зрители, это шорты розе. Эти цветочные шорты подались большой критике. Из-за того, что они выглядели неэстетично и из-за того, что розе в них было неудобно. Но эти цветочные шорты еще цветочки по сравнению с тем, что произошло после выступления. Когда Blackpink покидали место съемок шоу, их провожали фанаты. В этот небольшой промежуток времени айдолы могут немного пообщаться с фанатами через окно автомобиля. Водитель машины, в которой сидели Лиса и розе, решил без предупреждения закрыть окно. В то время, как они взаимодействовали с фанатами. И так как это было неожиданно, Лиса не успела убрать руки с окна и сильно напугалась. Посмотрите на выражение лиц девушек. Они явно этим недовольны. Пока закрывалось окно, они с недовольным взглядом смотрели в сторону водителя. И видимо, это происходит не впервые, когда некоторые сотрудники так поступают. Возможно, это просто новый работник. Либо один из сотрудников, который испытывает неприязнь к иностранке. Хотя Лиса уже достаточное время живет в Корее, более 8 лет. Вероятно, ее еще не все воспринимают как свою. Такое отношение к ней из-за того, что она иностранка, которая стала одним из самых популярных айдолов. Несмотря на то, что она уже много лет живет в Корее, она все еще не опытная во многих вопросах. Воспользовавшись этим, один из сотрудников, который был очень близок с Blackpink еще со времен дебюта, обманул Лису на миллиард вон. Он был близок с Лисой, заботился о девушках после тяжелых расписаний, а другие сотрудники его часто хвалили. Но спустя некоторое время он начал меняться, что нормально для человека. Изменения в его характере начали происходить после того, как он вошел в тему развлечений, где тратил свою зарплату. Когда столкнулся с долгами, начал играть в азартные игры. Иногда у него все было хорошо, но всем ведь известно, как в таких местах за мгновение можно лишиться всего выигрыша. На одну из таких игр он пошел с деньгами Лисы, которые она ему дала, чтобы приобрести недвижимость. После, как все стало известно, его уволили, а Лиса, несмотря на то, что воспользовались ее доверием, решила урегулировать все мирным путем. А именно, они составили удобный для него график, чтобы он погасил долг. Долг он, конечно, закроет, но сможет ли Лиса после такого доверять кому-либо? К тому же, как мы видим, как с ней поступают сотрудники, ей не очень легко. А сколько еще таких людей, не признающих иностранцев? Вы, наверное, знаете, сколько раз Лиса подавалась негативным комментариям. Были даже заявления от антифанатов о намерении убить. После были поиски аккаунта, который постил подобные записи, и были приняты меры для защиты участниц группы. Думаю, с каждым разом нужно совершенствовать охранную систему Blackpink, так как они становятся популярнее с каждым днем. У IG не нужно ждать, пока случится какой-нибудь инцидент. Например, такое часто происходит в аэропортах, когда их встречает большое количество фанатов. В конце декабря 2018 года, когда Blackpink были в аэропорту Японии, их встретила огромная толпа фанатов. Было много охранников возле Дженни и Розе, но про Лису и Джисус совсем забыли, и на них, в прямом смысле, свалилась толпа людей. Совпадение-то или нет, но часто можно заметить то, как стилисты обделяли вниманием Лису, надевая на нее что-то похуже, чем у остальных. Или готовили такие же наряды, как у подтанцовки. Конечно, это не помешало Лисе чувствовать себя комфортно, показать свою харизматичность и приобрести большое влияние в шоу-бизнесе. Несмотря на все эти трудности, которые создавала и сама компания, в которой она состоит, она стала самой популярной. И, возможно, YG сделали для нее новый контракт, например, о том, что она пробудет в компании еще несколько лет или больше, или какие-то новые требования, ведь сейчас многие рекламные компании заинтересованы в Лисе. В случае с тем водителем, надеемся, что он сделал это не специально, а если же это было намеренное действие, то будет справедливо, если в компании будут увольнять таких сотрудников. А с иностранными артистами должны работать опытные работники, которые не испытывают неприязни к иностранцам. Еще надеемся, что Blackpink появится на музыкальных шоу и победят с новым треком, и покажут новые образы или образы из клипа. Главное, чтобы без цветочных юбок. Не забывайте подписываться на канал, включать уведомления, ставить лайки и оставлять комментарии. Спасибо за просмотр, до скорых встреч. Спасибо за просмотр, до скорых встреч.